Приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурсов. Мы продолжаем обзор интересных видеорегистраторов, которые доступны на российском рынке. Сегодня мы посмотрим на модель Rhythmix AVR777. Эта модель на текущий момент обойдется российским покупателям в 4800 рублей, и за эту стоимость производитель предлагает современные платформы Umbrella A7, компактные габариты, Wi-Fi подключение и возможность управления со смартфона. На самом деле в этом устройстве достаточно много заложено интересных возможностей и функционалов, но обо всем по порядку. Поставляется видеорегистратор в компактной упаковке с яркой полиграфией. На лицевой стороне фотографии самого устройства, данные по используемой платформе, по возможности съемки в формате Super HD, и данные подробные по техническим характеристикам. И несмотря на компактные габариты, комплектация включает довольно хороший набор. Это адаптер-прикуриватель с USB-разъемом, кабель microUSB с большой длиной, разборный, вакуумная присоска, шнурок для транспортировки и две насадки, которые отвечают за крепеж самого видеорегистратора к системе крепления. Одна из них идет с винтовым креплением традиционным, то есть можно закрепить видеорегистратор на треногу или любое другое профессиональное оборудование. И вторая идет для шнурка, то есть можно использовать этот регистратор и автономно. Отличительной чертой RITMIX AVR-777 является компактный габарит. Очень компактный корпус, высота всего 5 см, длина 6,3 см, при этом вес всего 65 грамм. Корпус выполнен из пластика, здесь он идет с таким глянцевым покрытием, и под покрытием находится текстурный рисунок под карбон. Выглядит регистратор довольно приятно и гармонично. На лицевой стороне справа расположился объектив, немного выступающий над корпусом. Рядом с ним идет у нас логотип производителя, динамик. Снизу, точнее все разъемы выведены по краям, это мини-USB, это microSD карточка, это HDMI разъем и разъем GPS. Здесь, кстати, используется microUSB разъем, прошу прощения, я оговорился. Использование такого разъема на самом деле очень удобно, то есть обычно, если у вас есть телефон, то наверняка в машине есть и microUSB кабель. Если его нет, то вы сможете без проблем зарядить свой телефон или планшет с помощью комплектного зарядника от RITMIX. По креплению крепится регистратор на стекло с помощью присоски, есть возможность с поворота регистратора на 360 градусов, можно снять сотрудник ДПС, снять то, что у вас происходит в салоне. И он достаточно хорошо крепится, то есть компактные габариты не выделяют его особо над стеклом. Используется матрица Optino, здесь многослойный объектив 6 плюс 1, есть антибликовое покрытие внешнего стекла и в качестве платформы используется Umbrella A7. Это современная платформа, на ней сейчас строятся все флагманы, в основном тех моделей, которые доступны на российском рынке. Процессор отличный, дает возможность записывать видео в формате Super HD. И, конечно же, Full HD запись. Есть возможность устранения шумов в PDR, улучшения качества HDR и улучшения по ночной записи. Все это ощущается и на самом деле заметно. По видео максимальное разрешение 2304 на 1296 пикселей. По углу обзора здесь 160, записывается видео с кодеком H264. Емкость аккумулятора 700 мАч. Хочу поговорить о интересной особенности этого видеорегистратора. Есть возможность работать с приложением. Подобную камеру мы тестировали от одного из российских брендов. Это была базовая модель и тогда я еще говорил о возможности использования этого видеорегистратора не только в качестве самого устройства в машину. При соответствующем крепеже можно использовать эту модель и как своего рода IP-камеру у вас дома. И это не сложно сделать. К сожалению, здесь нет именно того крепежа на стену, но можно сделать это и, кстати, самому. Не составит проблем. Здесь часто используемый размер паза идет. То есть просто крепим, подключаем microUSB по заряднику и у вас работает камера. Она открывает Wi-Fi точку или может подключиться уже к имеющейся дома. Далее вы со смартфона заходите в эту сеть, скачиваете специальное приложение Uniway Drive и уже с нее мы видим эту камеру. При первом подключении мы видим изображение с камеры и у этой модели, в отличие от той, которую мы тестировали ранее со схожей технологией, здесь не отключается дисплей. То есть работают они одновременно. Если, например, вы провели какую-то скрытую проводку, спрятали видеорегистратор за зеркалом, за козырьком и не хотите к нему тянуться, или, например, видеорегистратор установили на заднее стекло, а эта модель поддерживает возможность установки сразу, например, двух или нескольких моделей и управлять вы можете все это с самого смартфона. То есть вам не нужно будет к ней тянуться, запускаете смартфон и смотрите, как идет запись, или, например, если надо, видео, или, не дай бог, вы впечатались в какую-то машину, какой-то ролик хотите сгрузить интересный, сразу сгрузить на YouTube, например, вы сможете это легко сделать с помощью смартфона. То есть нужно просто находиться в Wi-Fi сети, здесь не нужен даже интернет. То есть вы работаете автономно в локальной сети. Поддерживается и iOS, и Android, приложение доступно для скачивания. В этом же приложении можно повернуть камеру, настроить камеру, запустить запись и проработать как два канала. Из интересных особенностей с этого же приложения можно провести полную настройку функционала видеорегистратора, включая и видеозапись, как разрешение, так и ее мелкие детали. То есть гораздо проще, чем работать с тремя механическими кнопками, которые разместились на корпусе. То есть приложение в сенсорном интерфейсе с помощью тача сделать это проще. По настройкам есть настройки и с самым видеорегистратором. Естественно, работать он может как с Wi-Fi, так и без Wi-Fi. Если, например, вам нужна длительная автономная съемка, мы Wi-Fi использовать не будем. То есть для того, чтобы продлить длительность автономной работы. Этот момент учитывайте. Хватает при отключенном Wi-Fi примерно на минут 30-40 записи. Есть индикатор заметный в процентах. Мы можем всегда отслеживать, сколько остается записи. Качество записи меня приятно порадовало. Хорошая съемка, детальная съемка, номера разборчивы. Более подробные ролики вы можете посмотреть в отдельном видео. Здесь же я сделаю короткую нарезку по роликам и проследите. Интересы можете посмотреть и полный. Таких ярких и, точнее, серьезных проблем с этим видеорегистратором не обнаружено. Подводя итоги, Rhythmix AVR770 при своем бюджете дает очень хорошее качество видеозаписи. Полностью русифицированный интерфейс, компактные габариты, хорошее качество съемки, возможность управления со смартфона. И это все за 4 тысячи с половиной рублей. За 4 тысячи восемьсот. Rhythmix AVR777 получает награду золота в оборедакции Megavzor.com. Важный образ внимания, подписывайся на наш канал, перчим много-много интересов. Всем спасибо и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова